Во второй половине восьмого века, при первых двух королях новой династии королингов, франки ещё более раздвинули пределы своего королевства, включив в его состав новые романские и германские области. Это расширение территории их государства началось с подчинения большей части Италии. Первый король из династии королингов Пипин Короткий, правивший с 751 по 768 год и обязанный возведением на престол римскому папе, со своей стороны оказал ему помощь против лангобардов, стремившихся завладеть всей Италией и, между прочим, Римом. Византия, которая лишь номинально владела некоторыми частями Италии, была не в состоянии защитить Рим от лангобардов, и папа Стефан II в 754 году отправился к франкскому королю лично просить помощи против лангобардов. Пипин Короткий совершил тогда два похода в Италию и победил лангобардов, освободив Рим от опасности. Он отвоевал у лангобардов ровенский экзархат, который они отняли у Византии. Пипин не захотел, однако, воспользоваться этим завоеванием, а подарил его папе, чем и положил в 754 году начало светской власти римского первосвященника. Греки и византийцы протестовали против этого, но Пипин не обратил внимания на их протест. После смерти Пипина Короткого в 768 году франкская монархия на некоторое время разделилась между его сыновьями – Карломаном и Карлом. Но когда первый из них умер, то второй не захотел делиться с его сыновьями. За последних заступился их дед, корон лангобардский Дезидерий. Между обоими государями началась война, которая окончилась завоеванием ломбардии франками и возложением лангобардской короны в 774 году на голову франкского короля. Карл подтвердил дар своего отца папе, но в сущности поставил зависимость от себя и папскую область. Большая часть Италии вошла в состав франкской монархии. На юге этой страны удержались византийцы. Кроме Италии, Карл, получивший прозвище «Великого», присоединил к своим владениям и многие другие земли. В самую упорную борьбу ему пришлось выдержать с саксами, которые делали набеги на пограничной области королевства. А когда Карл предпринял завоевание и обращение саксов в христианство, то они оказали ему сильное сопротивление. Саксы пользовались затруднительными обстоятельствами, в какие ставили франкского короля другие его воины, и поднимали против него восстание за восстанием, самый мощный из которых возглавил Ведукинт. Карл жестоко наказывал саксов и насильно заставлял их креститься, принимая вместе с тем суровые меры для предупреждения новых восстаний. Борьба продолжалась тридцать лет, но в конце концов победа осталась на стороне франков. Саксы были усмирены, и главный их вождь, Ведукинт, подчинился Карлу и даже принял крещение. В начале своего царствования Карл Великий вел еще войну с арабами в Испании. Он помышлял не только о том, чтобы обезопасить юг Франции от их набегов, но и об отвоевании у мусульман Испании. С этой цели он отправился с большим войском за Пиренеей, но должен был ограничиться лишь областью между Пиренеями и Эбро, когда увидел, что утвердиться далее к югу от этой реки было бы трудно. Во время его возвращения баски в горных проходах истребили передовой отряд армии Карла. Начальник этого отряда, Роланд, нашел геройскую смерть в Севальской долине. Об этом событии сложились впоследствии поэтические сказания. Затем Карлу Великому пришлось защищаться и против аваров, делавших набеги на Баварию. Франки нанесли им тоже сильное поражение, сокрушившее их царство на Среднем Дунае. В конце своего царствования Карл Великий предпринимал походы против славян, живших на восточных границах его государства. Под властью Карла Великого объединилась громадная держава, охватывавшая почти весь материк Западной Европы. В состав её входили юго-западный угол Испании, целиком теперешние Франции, Бельгия, Голландия и Швейцария, Северная и Средняя Италия и западные части нынешних Германии и Австрии. Восточную границу монархии составляли приблизительно реки Эльба с Заалой, Дунай до впадения Тиса и Савы, но и на восток от этой линии распространялось влияние франкского короля. Для ограждения своего государства от соседей Карл Великий создал особые военно-пограничные области, называвшиеся Марками. Таковы были испанская Марка за Перенеями и восточная Марка, из которой потом возникло герцогство Австрии. Образование такой монархии произвело сильное впечатление на современников. У французов имя Карла и титул Великого срослись в одно слово «Шарлемань». От имени Карла произошло славянское слово «король». Это объединение Запада под единой властью было как бы восстановлением здесь прежней Римской империи. Так понимали дела и современники. Хотя столица этой империи была отдана папе, Карл Великий смотрел на себя как на верховного господина из самого Рима. Когда однажды в этом городе возникли смуты, во время которых пострадал папа Лев Третий, Карл Великий лично восстановил в Риме порядок и выступил в роли судьи между папой и его врагами. Тогда, во время рождественской обедни 1800 года, Лев Третий возложил на голову Карла императорскую корону и поклонился ему до земли при криках всех присутствующих «Да здравствует Карл, боговенчанный император». Это событие носит в истории название «Восстановление Западной Римской империи». Греки в Константинополе отнеслись к этому враждебно, как к своего роду узурпации титула, принадлежавшего одним византийским царям. Но там в это время царствовала женщина – императрица Ирина, что до некоторой степени как бы ослабляло притязание греков. Когда Ирина потом была низложена своим министром Никифором, и он сам сделался императором, Никифор ни за что не хотел признавать за Карлом Великим его новый титул, и только после низвержения Никифора новый император Михаил согласился признать Карла Великого в его достоинстве как западного императора. Впрочем, и впоследствии византийне дружелюбно смотрели на присвоение западными государями императорского титула, а на Западе старались умолить титул восточного императора. Таким образом, империя Карла Великого не только объединила Запад, но и содействовала обособлению его от Востока. Что касается отношения Карла Великого к багдадскому халифату, где в то время царствовал Харун аль-Рашид, то они были вполне мирные и даже дружественные. Земли, собранные воедино Карлом Великим, недолго оставались в политическом соединении. Уже сын Карла Великого, Людовик Благочестивый, правивший в 814-840 годах, стал делить и переделять империю между своими сыновьями. Это повлекло за собой междоусобие, не прекратившиеся и после смерти Людовика. Императорский титул унаследовал его старший сын Лотарь, но против него восстали младшие братья – Людовик Немецкий и Карл Лысый, из которых первый стоял во главе восточных франков и других германских племен, а второй – во главе романоязычных наистрийцев и аквитанцев. Людовик и Карл и их войска собрались в Страсбурге и здесь принесли друг другу присягу в верности. Причем она была произнесена Людовиком на романском языке, а Карлом – на германском, потому что в это время уже резко разделились две народности – французская и немецкая. Это национальное различие легло в основу первого разделения империи Карла Великого. Лотарь был побежден, и в 1843 году по Верденскому договору Франкская империя распалась на три национальные части – Францию, Италию и Германию. Карл Лысый удержал за собой Галлию, которая стала потом называться Францией, Людовик – Германию. Италию же с императорским титулом получил Лотарь, но ему же была отдана еще узкая территория, лежавшая между Францией и Германией – Парони и Рейну. Прирейнская часть этой территории получила название Лотарингии от имени Лотаря. На этом дробление не остановилось, и монархия Карла Великого распалась потом на более мелкие государства. Но мысль о продолжении Западной Римской империи не умирала, и с середины X века – носителем императорского титула – сделались на Западе короли Германии. Распадение государства, образовавшихся из монархии Карла Великого, на еще более мелкие владения, герцогство и княжество, составившиеся из отдельных областей, позволило соседям слово начать нападение на Западную Европу. Этими соседями были скандинавы, мусульмане и венгры, с трех сторон делавшие набеги, на отдельные страны бывшей державы Карла Великого. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok